Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Я приветствую всех. Сегодня 20 декабря, вторник. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии местами снег. Ночью в отдельных районах сильный туман и гололед. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5-10, днем до минус 6. На дорогах гололедится и снежный накат. В Черкесске ночью и утром сильный снег. Днем без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 7-9, днем 1-3 градусов мороза. На дорогах гололедится и снежный накат. 17 декабря. Ярослав Запашный. В Кисловодском цирке. Спешите! В Черкесске прошел региональный этап всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. В Центре дополнительного образования детей встретились воспитанники школ из 10 муниципальных образований Карачаева-Черкесии. За песенным состязанием наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Воспитанники 7-й школы села Учхи-Кен репетируют в фойе Центра дополнительного образования для одаренных детей один из своих песенных номеров. Позади остался муниципальный тур, по результатам которого были отобраны лучшие выступления. И группа ребят из Малокарачаевского района стала одним из примерно 30 участников регионального этапа всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. Ансамбль называется ансамбль «Джул Дуз». Мы готовимся уже несколько, можно сказать, месяцев. Первая песня «Доры Ми» – детская песня. Вторая песня у нас про маму. И третья песня про родину от Аджурту. В Карачаево-Черкесии на старт хорового и вокального конкурса вышли около 2000 участников. Как отмечают организаторы состязания, хоровое пение служит объединяющим фактором. Очень рады тому, что этот конкурс возродился после довольно-таки длительного перерыва. Хоровое пение для России – это, можно сказать, образ жизни. Оно издавна идет рядом с нами. И можно сказать, что это русская национальная традиция – петь хором. И именно при занятиях по хоровым исполнительским искусствам дети и вообще все люди как никогда учатся слышать и слушать друг друга. Хоровое движение у нас начинает возрождаться. И очень бы хотелось, чтобы вся Россия подхватила это движение, так как эстетическое воспитание – одно из самых главных, которое может быть в воспитании ребенка. И вот звучит гимн России, который поет весь зал. Уже за одно это выступление всем участникам состязания можно было отдать победу. Впрочем, в этот день со сцены Центра дополнительного образования звучало немало песен, популярных у ценителей музыки. И хотя, как принято, здесь были тоже свои лауреаты, каждый коллектив заслуживал признания и овации зрителей. Артур Мухце, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит Вести на черкесском языке. Затем смотрите программы черкесской редакции. Оставайтесь с нами на канале Россия.